Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лайф. Немного поговорим о том, что она показывает в своем инстаграме. Ну а вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал и присоединяйтесь к Telegram чату. Ссылка в описании. Лена нам рассказывает, что гостей ждут и эти гости приводят к ним, понятное дело, куда? На дачу. Ну, понятное дело, больше некуда. Вот к Лене домой вряд ли. Почему? Потому как там Андрей бывает иногда, может быть, будут какие-то неприятности, да? Может быть, Андрею что-то не понравится, может быть, гостям что-то не понравится. К Оксане домой тоже как такового дома у Оксаны и нет, там Юра правит бал. Поэтому, да, гостям некуда прийти только на, так сказать, общую территорию, да, на дачу. Но еще более удивительное то, что не просто так эти гости придут на дачу, а они придут отмечать день рождения Лены, то есть той самой гости. Просто удивительно. Неужели нет больше других мест для того, чтобы отметить день рождения? Неужели кафе нет, ресторана нет? Ну, в принципе, об этом мы говорили в обзоре влогов Оксаны. Кто ее не знает, есть отдельный канал, посвященный этим обзорам. В описании к этому обзору можете посмотреть. Лена говорит пасмурно, мол, ну, хорошо, что, мол, дождя не предвидится, поэтому надеется на то, что хорошо проведут время на даче. Ну, хоть дождя и не было, но все равно какие-то машины выкопали какие-то ямы, ну, или, как Лена выразилась, скопали песок, вот, и создавали лишний какой-то шум, понятное дело. Вокруг их дачного участка идет какая-то стройка. Вокруг их дачного участка расположены многоэтажные дома. Кстати говоря, на этом дачном участке есть всего одно место, которое скрыто от посторонних глаз, а именно от глаз тех жильцов, которые живут в многоэтажных домах. И я не знаю, для чего такая дача, в принципе, нужна. Там расслабиться вообще никак не получится, если не знать определенные места. Ну, вот так вот жить летом под каким-то пристальным взором вечным, я не знаю, нормально ли это, да, особенно когда думаешь о том, а как ты будешь выглядеть, если ты сейчас пойдешь в доклонку сорняки рвать, да. Этот участок хорошо просматривается. А как так повернуться, чтобы было более-менее прилично, да, ну и так далее и тому подобное. Хотя, я думаю, эти вот мысли не посещают голову сестер, хотя каких сестер? Там одна Оксана, Лена на дачу, вы знаете, как приходит. Практически для того, чтобы только там поесть, попить и гороги поорать. Ну, а мама, да, вот она знает, что эта дача просматривается со всех сторон, и грядки хорошо просматриваются. Однако она в 75 лет выходит в шортиках и идет полоть грядки. Ну, куда это годится? Было бы что показать, да. Бывают такие вот женщины и в 75 лет, и постарше, которым есть что показать, несмотря на возраст. Но маме показать уже абсолютно нечего. Но все равно она напяливает вот эти самые коротенькие шортики, какую-то такую вот футболочку, какую-то маечку на бретелечках, и идет полоть грядки. Ну, вот это вообще нормально. И это при всем при том, что у нее давление, да, да, вот она с кризисом, как выражаются сестры, лежала в больнице с гипертоническим кризом. Но, видите как, то ли нам снова сестры соврали об этом кризе, то ли действительно у нее здоровье богатырское, и никакие кризы ей не страшны. И она собирается, кстати говоря, вот сейчас вот через месяц, через полтора, возможно, в Турцию махануть, да, вместе с дочечками. В жару. Нормально так? Ну, что-то я отвлеклась. Так вот, Лена продолжает. Это все в Инстаграме у нее. Мол, меня часто спрашивают, что ты так мыкаешь? Ну, что за слово такое мыкаешь? Оказалось, мычишь, Лена имела в виду. Да, вот, ну, когда ешь, почему ты так мычишь? Ну, действительно, Лена говорит, м-м-м, да, как вкусно. Ну, да, Лена и Оксана, они мычат, действительно. А ну, Лена нам, кстати говоря, так и не ответила на этот вопрос. Очень было бы интересно узнать, почему Лена мычит, когда ест. И было бы еще интереснее узнать, почему Лена мыкается по дачам каким-то, по Турциям каким-то, по каким-то другим странам. Почему и дома-то не сидится? Вот вечно она, знаете, как непрекаянная, то туда, то сюда, лишь бы дома не сидеть. Действительно, вот тут Лена, да, она мыкается. Показала нам Лена, какая обувь на ней сейчас. Точнее, нет, она нам показала свои, как ей показалось, босые ноги. Но, тем не менее, мы увидели, что она в шлепанцах. Она показывает свои ноги в шлепанцах и говорит, ой, так хорошо ходить босиком по траве, по даче. В общем, да, красота. Но Лена-то не босиком. Она в обуви, она в шлепанцах. Или Лена не понимает разницу между тем, что такое быть в шлепанцах и тем, что такое быть босиком. Но ведь его не понимает. И вот вы знаете, Лена настолько оригинальная, что прям ее оригинальность граничит прям уже. Ну, чтобы не обидеть, не скажу, с чем граничить. Ну, я думаю, вы поняли. И вот рассказывает это нам, что, мол, зашла она на Озон, забрать очередной заказ. И вот сотрудница Озона уже собиралась домой, а Лена пришла. И той сотруднице пришлось вернуться. Да, говорит, Лена, я понимаю, хочется на минут 15 раньше слинять, как Лена выразила с работы. Но бывает такое, что вот клиенты приходят. Ну, в случае Лены покупатели, да, ведь у Лены хорошо налаженный бизнес, магазин есть. Опять же, с ее слов. И вот бывает, что покупатель приходит в самый неподходящий момент и приходится возвращаться на рабочее место. Но опять же, опять там Лена врет. Почему? Потому как Лена приходит на работу на полчаса, на час, максимум на два часа. И приходит не к концу рабочего дня, а приходит в середине рабочего дня. Приходит к часам 10-11 утра, но никак не к закрытию магазина. Поэтому Лена снова нам врет. Я не хочу доказать нам, что она все-таки работает. Но у нее это, конечно, очень плохо получается. Доказать получается плохо. Ну, и работать-то тоже, думаю, она не особо хорошо работает. И снова Лена так, между прочим, упоминает про институт, в котором она училась, когда ей было 18 лет. Ну, не знаю, что за институт там был. Вроде бы она 18 лет поступала в МГУ, в университет, а не в институт. Ну, или Лена снова забралась. Или она в 17 лет поступала в МГУ, а к 18 годам она уже была благополучно отчисленная из МГУ и поступила в какой-то институт. Точнее, ее поступил папа, Лену. Поступил папа в институт. Потому как Лена сама вряд ли поступила бы. Даже в ПТУ, я думаю, вряд ли бы она поступила бы. Хорошо, что у нее такой папа. И вот на зоне она заказала чистящие средства для плиты. Думаю, куда делись салфетки? Волшебно-универсальные турецкие салфетки, которыми отмывается все буквально. И ванная отмывается, и зеркало отмывается, и столешницы отмываются. Ну, и, понятное дело, плита тоже отмывается этими волшебными салфеточками. Куда они делись? Приходится брать какое-то новое чистящее, ну, снова, естественно, турецкое средство для отмывания плиты. Ну, видимо, так. Хотя, чуть позже Лена нам скажет, что салфетки у нее закончились. Ага, думаю, ну, почему же снова тогда салфетки не сказать, разве они такие волшебные? Нет, заказала какое-то чистящее средство. Пошла она в магазин, купила она серьги в подарок. Эта самая Леня, которая к ним на дачу вместе со своим мужем Юрой придет. И почему? Потому как у Лены день рождения. И надо, мол, что-то подарить. Забегая вперед, могу сказать, что Оксана ничего не подарила вообще. Очень как-то это все странно, да? И вообще, вот эти самые гости на даче, они крайне странные гости. Они с собой все привезли. Они привезли с собой шашлык, привезли, привезли с собой перец болгарский. Наверное, там около килограмма был этого перца. Привезли с собой помидоры, привезли с собой даже чеснок, и тот они с собой привезли. Даже привезли баклажан. И все мытое, чистое, потому что знают, что у девочек-девочек на даче воды нет. Вообще, очень странная ситуация, да? Они приезжают, с собой все привозят, там еще впахивают, все сами готовят, а девочки-девочки ходят и снимают только сам процесс, как сказала бы Оксана. Немного непонятно. Почему именно тут на даче? Почему именно в этой компании они хотят встречать день рождения этой самой Лены? Неужели нет более подходящей компании, более подходящих мест? В общем, вопросов, как всегда, больше, чем ответы. Почему девочки-девочки вообще не помогают своим гостям приготовить какой-то вот шашлык, например, да? Ну, а Юра потом взялся готовить икру заморскую, баклажанную. Натирал все на терке, все эти самые овощи, которые нужны для этой самой икры. И терку он с собой, кстати говоря, тоже привез. То есть все привезли абсолютно. Странно, да? Все сначала собрали, купили весь набор продуктов, потом загрузили это все дело в машину, приехали к сестрам на дачу, приготовили это все, включая и шашлык, да? Все, Мавра сделал свое дело, Мавра может уходить. Вот так получается. И с чистой совестью уехали. Немного непонятная ситуация. Такое ощущение, что вот эта вот пара Лена с Юрой, они обязаны чем-то сестрам, они перед ними в огромном долгу. И вот теперь они как могут, так это самый долг и отрабатывают. Ну, а иначе как это? И чем это вообще, в принципе, можно еще объяснить? Показала нам Лена, да, что так вот обзорненько. И вижу уже, который влог куст украшает самолет. Да, да, тот самый самолет игрушечный, который сначала был на грядках, потом он где-то еще был на дорожке, что ли, или на качелях. Ну, а теперь вот этот самолет поменял место, свою дислокацию, находится на кустах. Обычно рояль в кустах, а тут самолет на кустах. Немного странное такое вот садовое украшение, согласитесь, самолет. Ну, или Ваня играл с самолетиком и куда-то его запустил, и так и не смог найти. Ну, а бабушка нашла, или Оксана нашла, и как-то вот оставили его на даче. Я так думаю, что Ваня, если узнает, что самолетик его нашелся, он прибежит быстренько на дачу забрать свой самолетик. Юра, тот, который гость, подарил еще и грабли сестрам. Купил их на озоне и показал, насколько грабли хороши в деле. И сестрам они очень понравились. И вот этот самый Юра еще и подарил грабли. Плюс ко всему. Мало того, что они там работали на той даче, готовили, кстати, на жаре, у мангала, у костра, а еще и какие-то грабли перевезли в подарок. Очень как-то все непонятненько. И непонятно, мне Оксана принимала участие материальное в подарке этой самой Лени или нет? Или Лена, которая крупина, сама купила серьги в подарок той Лени, которая пришла в гости. Тоже, сестры, нам не сказали об этом. Казан, говорит Лена, такой хороший, удобный. Кстати говоря, этот казан тоже подарили чуть ранее, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом году. Это самая пара Лена с Юрой. Они к ним летом приезжают. Ни зимой, ни весной, ни осенью, летом. И сразу на дачу. И вот сразу с казаном своим, с продуктами своими. В общем, да, все свое ношу с собой. Вот такой вот у них девиз, когда эта вот семейная пара едет в гости к Лене и Оксане на дачу. Но казан они подарили. Ну, а продукты... Я не думаю, что Лена с Оксаной хотя бы половину стоимости продукта выдали Лене и Юре. Так что и продукты, считаю, тоже, если так можно выразиться, Лена и Юра подарили Лене и Оксане. Слышит Лена колокольный звон. И говорит, что это? Запись колокольного звона? Ну, наверное, Лена хотела сказать, что не запись, нет. Просто там нет звонаря. И вместо звонаря бьет в колокола, так сказать, компьютерная программа. Такое тоже может быть. Ну, например, у нас так. У нас в городе. Да и вообще тут во всех городах нет звонарей. А церкви есть. Церкви есть, и они бьют исправно каждые 15 минут. Поэтому, да, звонарь – это такое дело. Очень растратное, так сказать, да. Зачем это надо, если можно звонарей заменить компьютерной программой? И эта самая компьютерная программа, если так можно выразиться, робот, он бьет в колокола, да. Так что Лена тут, можно сказать, отчасти права. С одной стороны. А с другой стороны, возможно, у них в городе есть звонарей, все еще есть. И это бьет звонарь в колокола. Все же может быть. Я говорю только про то, что у нас, как у нас происходит. А как у них в Зеленограде, я не знаю. И вот эти вот Лена с Юрой, точнее, в основном своей массе один Юра был у бангала и у костра с этим самым казаном. Приготовил, в общем, этот Юра шашлык и мясо с грибами. Грибы, кстати говоря, маринованные, замаринованные уже привезли. Тоже Лена с Юрой с собой все готовое привезли. В казане он приготовил. Потом он приготовил икру баклажанную. В общем, да. Юра молодец. Юра, который гость. А Юра, который сожитель Оксаны, его не было. Он появился уже к застолью, так сказать. То есть к готовке. Тогда надо было стоять у этого самого мангала. Может быть, где-то поддержать хотя бы морально того Юру, который готовил это все, да? Юру гостя будем так говорить. Не-не, Юры не было. Где был Юра, что он делал, с кем он был, неизвестно. Ну, а Лена приготовила... Нет, не Крупина Лена. Лена, которая гостья. Она приготовила вкусный соус к шашлыку. И Лена, которая Крупина, это, конечно, отметила. Почему она не помогла Лене? Вообще ничем, никак. Лена Крупина снимала то, как Лена гостья готовила этот соус, что там еще делала. В общем, Лена Крупина снимала то, что и как готовил Юра. Очень какая-то странная история. Ну, а тот Юра, который живет с Оксаной, он прибежал. Действительно, он бежал. Это мы видели во влоге Оксаны. Он боялся опознать к столу, насколько я поняла. Он прям бежал по дорожке к этой самой даче. Он, смотрю, уже с коньячком. Интересно, кто купил этот коньяк. Неужели снова Лена с Юрой? Неужели гости? Ну, если так было, вот это уже верх наглости со стороны сестер. И Юра, который Оксанин. Ну, не знаю я, честное слово, кто там что кому купил. Но то, что вот гости готовили, привезли с собой продукты и стали там готовить, это, да, это факт. Ну, к вечеру, когда уже гости ушли, Лена сообщила, что на даче она остается ночевать. Думаю, интересно. Одна? Или Оксана с Юрой тоже останутся на даче? Я так думаю, что Оксана с Юрой тоже останутся, потому как Лена говорила о том, что одной ночевать на даче всё-таки страшно. Ну, понятное дело, я его могу понять страшно. Почему бы ей тогда Андрея своего не взять? Ведь у неё есть Андрей. Но видите, Андрей у неё, Лена, есть только на словах. А на деле его нет. Вот таким вот получился у меня обзор в ловый канал. Алина Лайк. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok